Рассветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на Крутой. У неё почти 100% поражение. А госпитализировали сразу? Нет, через 5 дней. Она позвонила один раз. Моей маме сказала, что ей лучше, а на следующий день она умерла. 37 800 жителей края умерли в прошлом году. Это на 6000 больше, чем в 2019. Такими сверхпотерями запомнился ковидный год. Потери людей, ушедших преждевременно из жизни, тех, которым мы не смогли помочь, тех, которых мы потеряли, это, к сожалению, суровая реальность пандемии коронавируса. Мы откатываемся примерно на показатели 2015 года. Это тот результат, те потери, которые мы получили. Наибольшей степени пострадало пожилое население. Для мужчин это наибольшие потери в возрасте 60-69 лет. Для женщин это 80-89 лет. В ковидных госпиталях сотни пациентов, нуждающихся в лечении и кислороде. У диагностического толпы людей ждут очереди на КТ. Другие дома 20-й раз набирают скорую. Кому-то везет, приезжают вовремя. Забирают в больницу, кому-то нет. В госпитализации отказывают, мол, ОРВИ. Затем приезжают повторно, а там 70-ти процентное поражение легких. В осени это было очень тяжело. Это было большое количество пациентов. Пациенты были сложные. Пациенты были с большим количеством осложнений. Причем осложнения не только со стороны дыхательной системы. Это и гематологические осложнения, это сосудистые осложнения. На аппаратах ОВЛ много было пациентов? Их и сейчас много. Число заболевших уменьшилось. Об этом говорит сегодняшняя статистика. 120 новых случаев при прежних 200. Но вот цифры по смертности, как заколдованной, остаются практически на одном уровне. Сравнивать заболеваемость сегодняшнего дня и смертность этого же дня неправильно категорически. Поскольку еще раз этот человек мог поступить два месяца назад. Мог поступить месяц назад. За его жизнь борются. Но, увы, исход такого. Хвост тяжелых больных, он будет достаточно длинным. Все рвутся на плановую госпитализацию. Мы сегодня мечтаем. Это для того, чтобы не заразиться и ехать туда. Для начала нужно привиться. Поскольку поступивший туда пациент может заразиться там, и это происходит. От других пациентов точно так же, не вакцинированных, не имеющих иммунитет, и они продолжают поступать в эти стационары. И их сопутствующая патология точно так же уносит жизнь. В Алтайском крае с приходом коронавируса была ограничена плановая медицинская помощь. На базе различных городских больниц в районах ЦРБ развертывали ковидные госпитали. На сегодняшний день из 30 госпиталей задействовано лишь 13. Лечатся там 2000 человек. А поскольку заболеваемость по ковиду пошла на спад, власти региона больше не возвращаются к идее построить отдельный ковидный госпиталь в здании посудоцентра, который был так нужен в свое время. 2366 коек сегодня в крае. При этом у нас 25% из этого коечного фонда свободного. То есть вот этот люфт, возможно, и вдруг, если появится всплеск заболеваемости, мы всегда его держим как некий резерв дополнительный. В сторону сегодня вне медицинских организаций мы не смотрим. Нам этого коечного фонда сегодня хватает. Но было ли достаточно осенью, в период массового всплеска заболеваемости? На отчете министра здравоохранения его заместитель Наталья Белотская пояснила, что для оказания помощи ковид-пациентам были задействованы абсолютно все помещения, учебные комнаты и даже приемные покои там, к слову, экстренно уже давали пациентам кислород. В определенные дни в приемных покоях находилось одновременно до 30 пациентов. Но в целом, нужно сказать, что на всем протяжении нам удавалось сохранять 20-процентный порог наличия свободных мест. Этот отчет министра здравоохранения, кроме самого губернатора, по сути принимает каждый из жителей края. Примут ли? Но за каждой оценкой стоит расчет, что выводы будут сделаны. И надежда, что такого коллапса, как и самих волн пандемии, больше не повторится. Я весь 20-й год боялся не успеть. Не успеть развернуть необходимого количества коек. Не успеть обучить медицинский персонал. Не успеть переместить медицинское оборудование из одной организации в другой. Вот это слово «не успеть», наверное, у меня основное, которое ассоциируется с 2020 годом. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.